Всех приветствуем! С вами на связи Роман Голованов и отец Геннадий Шкиль. Наше экстренное включение в спа-стрим на тему того, что сейчас происходит с Украинской Православной Церковью. Поясним. Вот этот маленький бесенок в человеческом обличии Зеленский собрал всеукраинский совет церквей и там уже обсудили, что Украинскую Православную Церковь, как они говорят, Москальская Церковь, Русская Церковь, она должна быть изничтожена и запрещена. Что хотелось бы обсудить? А ведь первое, что такое этот всеукраинский собор церквей? То есть это набор всевозможных сектантов, раскольников. И вот выступали перед Зеленским все от Равина до какого-нибудь католического священника. И вот мне особенно понравилось, когда Равин говорит Зеленскому, дай вам Бог мудрости, пусть Господь вас укрепит, удержит. В вопросе запрета Украинской Православной Церкви. Батюшка, вот вы на Украине знаете все гораздо лучше, потому что там жили, понимаете. Вот объясните, что они творят. Словами Равина, если он говорит о том, что объединение, вот эти мудрые шаги Зеленского направлены на объединение, я с Равином абсолютно согласен. Это идет на объединение сатанинских сил, при том сатанинских самых своих, так сказать, откровенно негативных проявлений. То есть это вот все эти личности, ну они точно так же, ну в свое время был Янукович, тот же самый Равин сидел и все подакивал, все, что нужно было, так сказать, поддерживали. Тогда, правда, единственные, кто выступал, это выступали, не единственные, это и униаты, и выступали и ПЦУшники еще тоже. Ну вернее, тогда еще ПЦКП тогда было, да. Вот они еще выступали более-менее против. Но в основном эта площадка, я не знаю, там в этот совет входит и Украинская Прославная Церковь, к сожалению. Почему они не вышли уже давно, хлопнув дверью оттуда, я не знаю. Потому что этот совет создан по образцу, так сказать, Совета Всемирного Церквей, да, но если Всемирный Совет Церквей, это является площадкой, где могут просто вот каждой из церквей выступить и сказать свое слово, это площадка, где можно оговорить какие-то проблемы, да, и Русско-Прославная Церковь там является, так сказать, равноправным членом, да, то есть она может тоже высказать все, сказать, то эта площадка создана для того, чтобы вот подгонять, не то, что создана, она создана давно, но сейчас она превратилась в то, чтобы подгонять, вот что нужно этому маленькому Гитлеру, да, я просматривал эту запись, как он сидит, они там на экране, вот мне что-то он напомнил Гитлера, как он сидит вот так вот, кресло вперед, наклонив голову, сидит вот, пошатывается там, вот мы не раз видели эти кадры, фильмы, и хроники, и так далее, то есть, с одной стороны, конечно, часть из них, это те, которые откровенно этому радуются, так как Сережа Дубенко, который уже, у него борода становится все меньше, но не за счет того, что он ее остригает, а за счет того, что морда становится больше, так как борода уменьшается, раньше она была по всему лицу, да, сейчас лицо выпирает уже из бороды. Начиная с него, и там, и униат, эти откровенно радуются, и довольны, и так далее, а есть просто вот, как, допустим, те протестанты, которые тоже, им радостно любые, так сказать, притеснения всех, кроме их, вот, но дело в том, что сегодня они так, завтра, как вот малоуважаемый Равин, да, придет туда русская армия, соберут их, будет сидеть Владимир Владимирович, и они, вот так же Равин будет говорить, спасибо вам, что вы нас освободили, и протестанты будут подаковить, и так далее. То есть, это от момента, то есть, это не является каким-то серьезным органом, который что-то решает в духовной жизни Украины, это является вот именно органом, который вот для закрепления, вот именно, для того, чтобы показать это все на международную арену, да, вот смотрите, единство церквей, все церкви за то, чтобы вот запретить Украинскую Православную Церковь. По запросам трудящихся, все как в Советском Союзе. О-о-о, это для одобрянца, то есть, для одобрянца, конечно, ну, тут, конечно, если сейчас затронуть УПЦУшников или, там, униатов, то сейчас могут там начаться какие-то разброты и шатания, да, но здесь они все смотрят, какая линия государства, как оно куда направлено и так далее. То есть, в принципе, скажем так, это такой орган для одобрянца, то есть, он не играет какой-то роли вообще. Но вот в свете международного, так сказать, освещения, это сыграет какую-то роль, да. Не зря, вот они все толпой собрались, матушка моя сказала, а, это о той швале будешь говорить, узнала, что говорим, да, о той швале что собралась. Да, вот эта вот шваль, она, все кучкой поехали в Америку для того, чтобы там рассказать, что никаких, так сказать, этих нет гонений и так далее, все прекрасно. Мне понравилось их начало, их заявление, что мы собрались для того, чтобы обсудить с президентом Зеленским вопросы свободы вероисповедания. Чего? Вопросы свободы вероисповедания? Да нет никакой свободы вероисповедания. Там в свободе вероисповедания только должна быть сначала на фронтоне висеть желто-блокитный флаг и этот черно-красный, и только тогда ты имеешь право что-то вещать. И то вещать в духе том, который говорит там вот эти караси и все прочие вот эти вот нацисты, которые там сейчас задают тон в Украине. Вопрос духовный. То есть вот давайте тоже так посмотрим трезво. Там во главе Украины сидит команда шоуменов, политтехнологов, которые понимают, как идут настроения общества, они умеют на них играть. И вот запрет Украинской православной церкви вообще не ложится даже там никак в политтехнологию. То есть это все идет мимо. Это наоборот убивает их очки, мешает их рейтингам, это раскалывает людей, потому что многие, кто от Украинской армии сейчас на войне, они как раз таки укрещены, прихожане Украинской православной церкви. Для чего, вот с духовной стороны, для чего они это все это делают? Я сказал бы, что это делается не изнутри. Это инициатива не внутренняя. То есть этому совету церкви абсолютно наплевать, что там будет Сукуринская православная церковь, будет или не будет. Ну, кроме, конечно, Думенко, который ожидает, что захватит все храмы. И униатов, которые со своей стороны тоже ожидают по чаю подхватить там и так далее. Хотя уже протестанты поняли момент и начинают уже лезть в лавру чего-то, где-то говорят, что там надо тоже где-то нам проводить какие-то свои и так далее, шабаши. Но это все идет, заказ не отсюда. Это все идет, я думаю, мы с вами прекрасно понимаем, что это идет со Соединенных Штатов. Все. Говорил Бржезинский эту фразу, не говорил, не знаю, разное. Говорят, что он нигде не писал, но это было где-то вот в кулуарах. Он говорил, что пока существует православная церковь, мы не сможем победить славян. Я верю тому, что он мог такое сказать, может, не дословно, но то, что с такой идеей он носился, это стопроцентно. Потому что, если мы посмотрим по цветным тем самым революциям, так называемым, Грузия, православная страна, Украина, православная страна, разбомбили Югославию, которая была тоже форпостом православия, развалили ее для того, чтобы не было, так сказать, там и... Ну, было отдельно где-то раздробить эти православные церкви и все. То есть, это все ведется для того, чтобы уничтожить православие вообще. Потому что это единственная церковь, и, к сожалению, уже не монолитная, к сожалению, уже, которая может противостоять в этом мире дьяволу. И все, задача уничтожить ее. И тогда, если ее не будет, тогда, значит, можно будет свободно проповедовать мужиков, которые девочек избивают на рингах, там можно проповедовать вот эти вот пародии на тайной вечере и все прочее, и это будут все спокойно воспринимать. Вчера, кстати, вчера, да, была годовщина приговора Пусси Раои. Слава Богу, в России это уходит. Слава Богу, это уже здесь. Но здесь, скажем так, одним из факторов того, что хотят они уничтожить вообще всю Россию, да, раздробить ее, как и православную церковь, это одним из факторов является то, что Россия является тоже на сегодняшний день форпостом традиционных ценностей, которые она пытается защитить всеми силами своими. Вот еще выскажу такое мнение, а вы согласитесь или нет, это то, что там абсолютно языческое сознание, что вот для них существует такой русский бог, и если они захватят его храмы, выгонят оттуда его служителей и посадят туда своих вот думенок, ряженых, бородатых мужиков, то тогда Бог будет на их стороне. Что они так представляют, что Бог — это тоже украинец, который участвует во всех этих интригах, и его можно перекупить. Ведь это абсолютно языческое сознание. Второй, там, третий век. Так и происходили все сражения. Кто перекупит какого бога. Вот на этой территории этот языческий бог, значит, приносим ему дары, и он будет на нашей стороне. Эти принесли больше даров, значит, он на их стороне. То есть там такое, ну, скажем, пещерное языческое представление о происходящем. Да, я с вами абсолютно согласен. Даже не только язычники, да, мы знаем прекрасно католики, христиане, скажем так, традиционные христиане, но которые позже, так сказать, ушли. Ну, то же самое, индульгенции, да. Мы откупимся от Бога, поскольку таким вот средством. И среди наших православных есть, которые считают, что если я буду там воровать, убивать, но построю храм, значит, я тогда буду, так сказать, откуплюсь. Нет, такого не бывает. Перекупить Бога невозможно. И Бог точно не с ними. Ну, абсолютно не с ними, потому что, если бы вот эти вот все организации, которые я церквями не хочу называть, да, вот эти, которые собрались, так называемый, всеукраинский совет церквей, если бы они были по-настоящему, пытались, по крайней мере, двигаться в ту сторону, где Господь, то они бы сейчас криком кричали по поводу всех вот этих вот, вот того, что на Олимпиаде произошло. Да не только вот тут. Этих случаев бывает их в мире вообще. Огромное количество в Украине. Сейчас их тоже абсолютно навалом вот с этими, вот в Харькове гей-парад собирается там проводиться. В ротом не один день, а несколько дней там, целая неделя или сколько там целый прайд этот проводить в Харькове. А людям-то своим-то нужно как-то объяснять. Говорить, мы ж церковь, мы ж религия, мы ж Богу молимся, да. Поэтому вот идет такая попытка объяснить людям, что вот мешает духовному, духовной безопасности. Но мне понравилось, как сказал кто-то, по-моему, Мирослава Берник, о том, что духовная безопасность, это духовная независимость, это независимость от Бога. Вот, то есть они к этой независимости и стремятся от Бога. Поэтому рассказывать о том, что, ну, вы понимаете, вот они там, русская церковь, они там, ну, нет, ну, украинская преслана церковь уже, я же тоже как бы в этом, пытаюсь за этим следить, но они стараются уже, как только возможно, ну, по крайней мере, иерархия, да, оградиться, сказать, что, да нет, мы же все, мы, мало того, даже такие нацисты, как там Масичук есть такой, который сказал, что я бывал в церквях и вижу, что там украинские священники на украинском разговаривают, украинские вещи и все это и так далее, помогают украинскому народу и все. Откуда вы это все взяли? Ну, ряд уже сейчас даже вот таких вот, скажем так, пропагандистов Укрорейха, и то начинают уже как бы понимать, что что-то здесь не то происходит. Однако же все равно политика того человека, который обещал, что он будет одинаково независим, отстранен от всех церквей, от всех религий, да, тем не менее, это не его политика. Если бы это было его, то еще одно дело. Но это он выполняет заказ, который... Поэтому вот эти переходы, пытаться подтянуть Бога под себя подмять, но и так не получится. С Богом такие штуки не проходят. Давайте тоже подведем итог. А у них получится добить украинско-православную церковь? Ведь на нашей стране кто находится? Это киевские святые, которых они своими не считают. Это Антоний Феодосий, это Илья Муромец, это и батюшка Зосима, и он, и Одесский. И этот список огромный. Нестор, летописец, который для них просто враг, потому что там все, что он писал, никакой Украины не существовало. Они добьют церковь или нет? Вот как Христос говорит, церковь, врата ада, не одолеют ее? Нет, конечно, не одолеют. Это стопроцентно. Ну как, ну, будут судебные процессы. Я надеюсь, что до этого до сегодня дойдет, все закончится намного раньше. Но даже если это будет продлиться дольше, то все равно люди, я знаю этих людей. Я же еще раз, я уже вам неоднократно рассказывал в эфирах, как я с этим почайским крестным ходом ходил. Я с ними прошел не одну, скажем так, не один десяток километров. С ними ночевал в степи и так далее. Я знаю этих людей, они уйдут в степь, катакомбы, в леса, молиться. Но они никогда не придут. То, что надеется Сережа Думенко, что вот сейчас мы это самое, что мы сейчас запретим, и они сейчас придут к ним, не будет этого. То, что надеется Арфаламей, что создадим экзархат, и они сейчас перебивут сюда, не будет этого. Люди останутся и будут ждать, будут ожидать, когда все закончится. Они будут молиться, они понимают, они верующие. В Украине очень много верующих людей, по-настоящему верующих, которые ждут, когда это закончится, так, как угодно Господу. А мы знаем, как Господу угодно. Давайте помолимся за людей, которые находятся на Украине. Сейчас вот преображенские дни, поэтому, когда на службе будете и дома, обязательно вспомните и помолитесь за тех, кто сейчас находится на Украине, за Украинскую церковь. Всегда молюсь, всегда за них молюсь, всегда за всех православных молюсь. Отец Геннадий Шкиль, Роман Голованов, наше экстренное включение для Спа-стрим по поводу очередной попытки запретить Украинскую православную церковь. Батюшка, благодарю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok